Общественная комиссия по распределению жилья продолжает свою работу. Еще около 100 квартир в новом жилом комплексе на улице Героев ждут своих хозяев. Президент страны поставил задачу до конца мая определиться с кандидатами на получение оставшихся 95 квартир. В связи с этим комиссия при администрации города работает ежедневно. Член жилищной комиссии Родион Алборов отметил, что комиссия продолжит работу по всем оставшимся заявлениям. Еще раз будут перепроверены и при необходимости затребованы дополнительные данные. Тем лицам, которым ранее не были предоставлены квартиры по определенным причинам, то есть в отношении которых комиссия сомневалась, эти лица, эти заявители в настоящее время будут снова рассматриваться в обязательном порядке и соответственно в случае необходимости их будут допроверять, в том числе и группы будут ходить снова, если это понадобится. Никто не останется нерассмотренными. В работе комиссии много времени уходит на изучение документов и проверку их достоверности. Одна из главных проблем в работе комиссии – нехватка информации об имуществе очередников. Заявителям, которым будет отказано в предоставлении указанных жилых помещений, документально будет оформляться этот самый отказ. И соответственно снятие с учета указанных лиц. Комиссия предполагает эти самопостановления об отказах довести до каждого лица индивидуально до окончания распределения всех этих квартир по улице Героев. Комиссия не прекратит свою работу после распределения жилого фонда на улице Героев. В микрорайоне ЦАРС будет сдан еще один комплекс. Около 150 семей станут счастливыми обладателями квартир. По словам президента страны, на этом строительство жиля в республике не прекратится. Современный многоквартирный корпус будет построен и на месте аварийного дома в конце улицы Героев. Долгие годы жители многоэтажки обращались во все профильные министерства и ведомства за решением проблемы. Безрезультатно. Во время войны часть корпуса была разрушена. До сих пор следы войны видны невооруженным взглядом. Я боюсь приводить сюда внуков, дом аварийный. Надеемся, что на нас обратят внимание и примут уже какое-то решение. Спустя 10 лет просьбы жителей услышаны. Аварийное здание будет снесено. Улица Героев 118, которая является действительно аварийным, его тоже будем сносить. На его месте будет строиться такой же дом, но, конечно, с улучшенной планировкой. То, как выглядел этот разрушенный войной квартал, скоро можно будет увидеть лишь на архивных кадрах. Республика восстанавливается. Есть полная уверенность, что в ближайшие годы самый острый вопрос будет снят с актуальной повестки. Зариня Кочиева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск. Сегодня.